И весовая категория свыше 100 килограммов мужчин. В финале встречи встречается Волков Андрей в красной форме, Россия, и рыбак Юрий в синей форме, это Белоруссия. Очень непростая схватка, соперники уже боролись между собой не раз. И тут же, прям без разведки бросились они в атаку. Что скажут судьи в этот момент? Судьи решили, что все-таки не было там никакого технического действия, что спортсмены упали сами. Попытка проведения у Андрея передней подножки. Надо сказать, что рыбак Юрий уже является неоднократным чемпионом Европы и не в первый раз борется. В финальной встрече он и с нашими спортсменами не раз встречался. И в частности с Волковым Андреем они уже боролись не первый раз. Именно поэтому, я думаю, они особо не борются на захватах долго. Сразу входят в клинч, сразу делают активные технические действия. Рыбак забирает захват на спине, проводит бросок через голову. Два балла оценивают судьи. Преследует на удержание. Открывает удержание арбитр. Удержание поперек. Вот посмотрите, еще раз бросок через голову с пацаном голенью в бедро. Продолжает удержание рыбак. И 20 секунд и стекло. Еще 4 балла зарабатывает Юрий. Счет становится 6-0. Оборолись-то меньше минуты и уже 6-0. Да, конечно же, непростая ситуация у Волкова Андрея. Вот рыбак вновь берет глубокий захват на спине. И еще раз проводит бросок через голову. И вновь 4 балла. Да, непростительная ошибка. Дважды упасть одного и того же технического действия. Это, конечно, для опытного спортсмена, как Волков Андрей, это недопустимо. Второй раз подряд сам берет глубокий захват, но попытка не увенчалась успехом, к сожалению, российских болельщиков. И рыбак, посмотрите, еще раз проводит бросок через голову. Очень, очень убедительная победа белорусского спортсмена, конечно. С явным преимуществом 12-0. Золотую медаль в самой престижной весовой категории выигрывает Юрий Рыбак, Белоруссия. На этом заканчивается первый день чемпионата Европы по самбо. Напомню, что трансляция была организована при поддержке фонда развития и поддержки самбо. Для вас комментировал заслуженный мастер спорта Мартынов Михаил. Редактор субтитров А.Семкин